Здравствуйте, меня зовут Александр Кошапов. Главное преимущество России – низкая конкуренция, огромный рынок и большое число незанятых ниш. Именно поэтому к нам едет иностранный бизнес. Сегодня мы пообщаемся с двумя его представителями. Это французский бизнесмен, основатель консалтинговой компании Rilas Arnotrusse. Добрый день. И член правления Ассоциации итальянских предпринимателей Vittorio Tarembini. Добрый день. Здравствуйте. У вас разные должности, у вас разные представительства. Я буду чередовать в течение программы о том, что вы здесь у нас представляете в России. Пока только так. Ну и первый вопрос – расскажите о себе, о своей деятельности здесь. Давайте начнем с вас, Арно. Здравствуйте. Приезжал в Россию 8 лет назад, в страны Сен-Гелия 12 лет назад. Занимаюсь последние 4 года консалтинговым бизнесом. Вот, сфера торгового недвижимости. Вот. Это примерно чем занимаюсь сегодня. Коммерческая недвижимость. Да, коммерческая недвижимость. Так, а вы, Виталий? Я уже чуть-чуть больше, чем Арно. Я уже 24 года в России. Я вначале продавал оборудование, под деревообработка. И уже много лет я занимаюсь консалтинг. И особенно я помогаю итальянской компании вести инвестиции в Россию. Ну, стартап в основном. Заходить в Россию, по сути. Интересно. Я так понимаю, именно вот такая долгая продолжительность жизни в нашей стране, она позволила вам, во-первых, выучить язык русский. Настолько, что, по-моему, вы уже пишете стихи на нём, судя по тому, как хорошо с вами разговаривать. Ну, давайте начнём с того, почему именно Россия? Почему не у себя? У меня было это связано с языком сначала. Вот я учился, вот язык, это, ну, из первых классов во Франции, и потом в университет. И первая поездка в Россию, это было в 91-м году, вот ещё в СССР было. Вот приезжал на две недели в Москве, вот в Москву, и было очень интересно. Мне будет такой, очень, так, шок, хороший шок. Это интереснее, очень большое движение, очень большой, там, энергия. Ну, естественно, если со школьной скамьи изучаешь русский язык, рано или поздно ты хочешь... 15 лет мальчик приезжал, да, это именно был вот такой, такой очень интересный шок. Странную изучение. Да, и к этому уже вернулся потом, в течение так, несколько лет. То есть, зародились атмосферы, а потом пришли к мысли о том, что почему бы и не развить, не начать развивать здесь бизнес. Да, и работать здесь, да, именно. Но сначала это было связано с языком. А вас, Россия, чем привлёкла Дорио? Попала в Россию случайно, потому что в фирме, где я работал, решила вот посмотреть, как двигается вот Россия во время перестройки. Это еще было в 89-м году. И лично я, учитывая такие изменения, которые смогли бы трогать в этом периоде в России, я решил оставаться. Читал, что это страна, которая имеет огромные проспективы. Не только потому, что в то время были уже какие признаки. Зачатки предпринимательства, частной собственности. Да, потому что вот страна, которая может развиваться, обычно, это страна, которая имеет очень такой богатый прошлое. И по поводу богатого прошлого, я думаю, что в России у вас много есть, и не только будущее. Ну, а вот не страшно было, смотрите, у нас не было бизнеса, не было капитализма, по сути, до начала 90-х годов. Ну, до конца 80-х, до той же перестройки. Не страшно ли было приходить в страну туда, где, в принципе, о бизнесе-то не имеют представления? Ну, бизнес, может, сам по себе так мало было, но очень много людей, даже во время СССР, торговали вот разные услуги, информация, и все это вот процесс, это вот обмен, это вот товар, услуги и деньги, все равно это было. Поэтому то, что СССР, ну, конец СССР уже открыли некоторые вещи, которые уже были здесь. Вот, поэтому здесь это такие нужды, это вот торговля, это все равно было, и продажи расти потом. То есть насыщение рынка дефицитными вещами, в первую очередь это еда и одежда. То, что, кстати, во время Советского Союза сажали, форса так называемая. И, зная это, зная то, что это подсудное дело, вы все равно приходите на наш рынок, на нашу территорию, надеясь, что перелом, смена социалистического строя на капиталистический, она поможет и обезопасит бизнесменов, предпринимателей уже в разных сферах. Вы знаете, я вот, в то время я был намного моложе, поэтому сознание арийские было такое не очень великое. Откровенно говоря, я не один из специалистов, который думал, что на сегодняшний день в России есть капитализм. Тем не менее, вот этот переходный период, который до сих пор существует, это было уже видно. И именно на этот переходный период обычно создается нормальный бизнес. Потому что, когда общество уже создано, когда правила уже работают, это намного тяжело правильно создавать бизнес. Поэтому для человека, который хочет начинать с ноля, который хочет, это вот самая идеальная ситуация. Несмотря на все вопросы, которые были, которые до сих пор существуют, но именно вот из чистого поля, можно сказать, можно создавать или хороший бизнес, или какие-то инициативы. А есть ли у вас примеры других стран, где вы работали, где тоже заходили в эпоху перемен? Ну или вообще другие страны, кроме России, где вы работаете? Ну я, к сожалению, работал практически только в России, за рубежом. У меня был какой-то недлинный период в Иране. В Иран? Ну я, да. Интересно, а до какого периода? До 79-го? Ну это тоже в конце 80-го, начало 90-го. А, то есть период уже Исламской республики и закручивание ГАИ. Ну я не воспоминаю с удовольствием, потому что, к сожалению, не были никакие положительные моменты. То есть мне понравилось вот это общество. В другой стране, то, что мне понравилось Россия, это было стремление к будущему, которое было видно в этом периоде. И положительные, и отрицательные, неважно. Ну, было очень такое большое стремление к будущему. Сейчас, естественно, немножко времена изменились, но тем не менее до сих пор есть такое. А посмотрите на Запад, и у нас в Европе. Нет стремления к будущему. Люди боятся будущего. То есть ниши все заняты. Да, вот. То есть можно сказать, что россиян, граждан России, вот эта вот эпоха перемен, конца 80-х, начала 90-х, закалила так и приучила к мысли того, что не бойтесь, ничего страшного уже не будет. Вот эти вот мелкие передряги, ничто в сравнении с тем переломом, который случился в 90-м году. Да, абсолютно верно. А у вас, Арно, были какие-то опыты других стран? Да, я до того, что приезжать в Россию, я работал 4 года в Азербайджане. Тоже занимались коммерческой недвижимостью? Здесь немножко другое. Я приезжал для нефтебизнеса, для развития рынок газ для французских компаний, вот. А потом получил такое событие 11 сентября, вот, ну, первом году, вот. Ну, конечно, нефтебизнес-то все развивало, все это упало. И я потом занимался уже там развитием туризма в Азербайджан, в стране Сен-Ге, вот. Вот открыли там турагентство французское, вот, в Баку, и развивалось это вот 3 года там. Вот. Это было до того, что возвращаться в Россию. То есть до первого года, до 2001, до ситуации с вашими близнецами, вы занимались нефтегазовыми проектами? Ну, нефтегаз, да, да, нефтегаз это... То есть до НАБУК, получается, да? Ну, НАБУК это был просто так мечтовой проект вообще, да? Ну, он до сих пор такой иллюзорный. Да, ну, проект, который раньше развивался, это больше азербайджанский газ и нефть через Турцию, вот, который уже до сих пор работает и нормально работает. Там просто были французские инвесторы тоже, я так думаю. Работали тогда. Ага, так, так. И как туризм в Азербайджане пока еще? Ну, страна маленькая, в принципе, там всего 9 миллионов детей, поэтому здесь это... И страна будет вообще не... как бы никто не знал страну вообще, поэтому, чтобы превышать это вот иностранцы... То есть должно быть пройти еще время, чтобы выждать, потом, может быть, еще раз зайти. Да, да. Большое вам спасибо. Мы продолжим через выпуск новостей. У нас еще будет три четверти программы для того, чтобы обсудить все интересные вопросы и темы. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Открытие иностранной кампании представительства в России говорит о серьезности ее намерений. Фирма пришла всерьез и надолго. Мы продолжаем беседовать с теми, кто уверен в успешном развитии бизнеса с Россией. Это Арно Труссе, основатель клуба аналитиков в сфере коммерческой недвижимости. И Виторио Торембини, он является почетным консулом Италии в городе Липецк, Воронеж и Тамбов. Здравствуйте. Виторио из Печенцево, Арно из Бордо, соответственно. Мы продолжаем. И сейчас я хотел бы узнать о том, что хорошо в России, а что плохо. Что мешает вашей деятельности? Иногда мы сами мешаем себе. Наши предприниматели, то, что они иногда слушают или думают про Россию. Это вот первая барьера, которую надо преодолеть. То есть стереотипы? Стереотипы. Это первое. Второе, естественно, Россия это несовершенная страна, как наверняка все остальные. Правильно, имеет свои барьеры, свои вопросы, административные барьеры, психологические иногда барьеры. Но самый большой вопрос, который существует на сегодняшний день в России, это, мое мнение, естественно, это отсутствие или очень слабый режим конкуренции. То есть даже предприниматели, которые действительно работают, стараются обойти именно конкуренцию. Это наверняка, это то, что осталось в прошлом. Монополизм, поддержка государства, поддержка административных ресурсов и так далее. Вот это самая большая, по-моему, самая большая проблема, которая на сегодняшний день существует. То есть не победа конкурента в соревновании, в честной конкурентной борьбе, а именно устранение конкурента. Устранение, да. А вам, Арно, что мешает в России? Пока что мешает, что хорошо. В принципе, это первое, что это размер рынка и энергия, которая есть в этом рынке. То есть наоборот способствует? Ну, это да, первый элемент, который, в принципе, это для того, что я приезжал в ту страну и остался жить здесь. И, наверное, некоторые моих коллег в этом бизнесе так и сделали. Это первое. То, что здесь это вот меньше интересного элемента, это больше касается то, что элементы, это как раз монополизм, который говорит Виторио. Но мы выбрали, в принципе, другой путь, это нишевый элемент бизнеса, который не интересуются большие корпорации. И в этом плане, что интересно, что это плюс здесь, что когда вы развиваете бизнес, который не в интерес монополистов, это довольно легко работать в России. То есть если не наступать на газ, на нефть, на магазины, получается, у нас тоже монопольные точки ритейлеров, продукты. Нет, там как раз... Много конкуренции. Да, низкая конкуренция, низкая рентабельность, но там вопрос объема другой. Но в этом плане, в принципе, это уже довольно легко работать здесь. Дорогие радиослушатели, звоните по телефону 65 10 99 6, или вы пишите на сайт Финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Можете задать свои вопросы нашим гостям. Один из следующих, это... Есть исследование Российского союза промышленников и предпринимателей. По нему стало известно, что 44% предпринимателей из иностранных компаний, они отмечают улучшение условий ведения бизнеса. Только 8% иностранных бизнесменов заметили ухудшение. Это вот за последние годы. Вы согласны, что становится лучше? Я согласен. Несмотря на вот недостатки вот этих... Я абсолютно согласен с этим исследованием, которое вела РСБП, потому что я общаюсь с нашими коллегами, не только итальянцами и других, но действительно вижу, что были приняты меры, которые помогали бизнесу. И инвестиционный климат, откровенно говоря, это стало намного лучше. И мне вот, откровенно говоря, много раздражает, когда вот начинают говорить вот эти политические вопросы после райта. Это не мешает, откровенно говоря. А как оно вообще может помешать? Если честно, я тоже вот иногда пытаюсь стать на позицию бизнесмена. Это вообще никак не может помешать. Ну, надо спросить, допустим... Излишне раздувать. Да, и европейские журналисты или представители Европейского Союза, которые вот читают, что именно Пуссирайд очень сильно мешает развитию инвестиций в Россию. Да, хороший анекдот. Да. А вы как считаете, Арно? Я понимаю, что в какой-то степени есть ухудшение, осложнение, но в целом лучше, хуже? В целом я буду говорить для рынок, это маленьких компаний, которые вот, ну, микро и маленький бизнес, в принципе, так это, которые вот... Здесь сложнее? Да, нет, 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 которые в России так, не средние большие предприятия, для этих типов компаний, которые не нуждаются ни какие-то лицензии, которые вот специальные лицензии по какие-то вот направлениям, вести бизнес в России довольно простое. Вот такой системы, которые упрощены, системы налогового обложения. То есть бизнесы, которые не требуют лицензирования, им проще, остальным сложнее. Так, и которые не требуют это большое количество работников, я бы говорю, ну, меньше 20, допустим, да, по вот такие формы работы довольно простой, по уровню налога, по уровню документации, которая нужна, каждый квартал отдать, и по поводу, ну, те административные ресурсы, которые нужно тратить на этого. Вот в этом плане это довольно, и сравнить это с Францией, и до этого в Азербайджане, и еще там других стран Европы, там средний ресурс намного больше нужно ставить. Ну, и я хочу добавить, что Виталий, это даже куча, чем он говорит. Вот это бюрократические препоны, процедуры. Да, 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 и уровни налоги, и административные барьеры. Поэтому я согласен, что маленький средний бизнес на сегодняшний день имеет очень много шансов. Шансов, да. Кстати, вот вы упомянули Витарию такое слово, уровень налога, термин уровень налогов. Все говорят, что в России, на первый взгляд, налоги меньше, чем в Европе, меньше, чем в той же Италии, меньше, чем, тем более, при социалисте во Франции. Но, однако, в России не все, что сбирается с предпринимателей бизнеса, называется налогом. Вот в совокупности вот этих всех сборов, будем так их называть, плюс налоги. Ну, вы как-то говорите про коррупцию, вот дополнительные налоги. Ну, давайте вот конкретно откаты и взятки не будем вообще трогать. Просто есть определенные сборы, которые не называются налогами, но которые требуются при ведении той или иной деятельности. Вот если все это сложить, насколько действительно выгоден налоговый климат в России по сравнению с Италией и Францией? Витарио, Витарио, по сравнению с Италией. Допустим, то, что если не говорить об обкате, чтобы использовать литературные такие вот, и не говорить о других словах, я хочу сказать, что каждый мир это деревня, да, у нас есть такое выражение, типа везде одинаковое, кто больше, кто меньше и так далее. И на сегодняшний день в России единичные налоги, которые так называть нельзя, это подключение к энергоносителям. Вот эти бешеные деньги, которые надо тратить за подключение электроэнергии, газа и так далее. Вот это действительно, это такая скрытая налоги, которую раньше или поздно надо урегулировать, потому что это нереально абсолютно. То есть вхождение в инфраструктуру? Да. А вы сталкиваетесь с этим, Арно? Да, я бы сказал, что на этих элементах это довольно маленький процент, но есть элемент, который вот для компаний, которые вот работают с информационной, как бы элементом бигдата, что там стоимость интернетского доступа для компаний, это просто граблёж, это граблёж. Ну это то же самое, это инфраструктура. Если сравнить здесь, это стоимость, это то, что мы платим сами, как бы для дома, что интернет это для вот дома, это очень хорошее предложение в России, это лучшее в мире может быть, да, что стоимость такая. То есть розничный интернет для пользователей дешёвый? Да, здесь это отличный сервис, отличная цена, лучше, чем это в США, во Франции, в любой вообще. А то, что касается компаний, здесь каждая компания имеет, как бы, здесь доступ к монополистам в его здании, которые или в какой-то зоне, и они предлагают цены, которые дороже на, я сделал этот параметр, из дома и по отношению к, если я хотела 60 гигабитов, из дома, который получаю, я плачу, допустим, 700 рублей, если я хочу такой скорость, мне нужно платить примерно 45 тысяч рублей в месяц. В 20 раз больше. Ну, да. Колоссально. Даже больше, чем в 20 раз. Да, да, да. Здесь это очень интересно. Есть ещё одна проблема, даже несколько проблем, о которых говорят, кстати, в этом же исследовании РСПП. Непрозрачность принятия решения органами власти. Это так в документальном оформлено выражение, ну, постоянные сюрпризы от властей. Это смена правил игры во время игры. С этим сталкиваются или это больше, опять же, раздувание СМИ, и это всё вполне идёт, вполне само себя регулирует? Не, ну, то, что ваши законодатели стали более творческими, чем были на 80-м годах, это точно. И творчески иногда не... Вы имеете в виду запрет долларов? Вот именно. Просто инициатива, а для галочки. Да, но... Я вас хочу успокоить. Я не думаю, что это существует, такой вопрос не имеет. Самое главное, это то, что потом надо исполнять вот эти законы, которые были приняты. Вот это самый большой вопрос. Исполненный закон. Спасибо. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Парадокс», которая посвящена иностранному бизнесу, работающему в России. Вы звоните нам по телефону, пожалуйста, 6510996, код города Москвы 8495, либо пишите на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». В следующих четвертях мы обсудим о том, какие профсоюзы, возможно, и есть ли они для иностранного бизнеса в России. В конце ноября в одной из программ «Парадокс» мы общались с гражданами России, которые открыли бизнесы за рубежом. Сегодня мы говорим о приключении иностранцев в России. Это Арно Труссе, французский бизнесмен, основатель консалтингом компании «Рилос». Еще раз здравствуйте. И член правления Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торембини. Еще раз всем добрый день. Ну вот член правления Ассоциации итальянских предпринимателей что-то напоминает некий профсоюз или защитную такую организацию, которая может отстаивать, представлять и, возможно, даже защищать интересы иностранного бизнеса в России, в данном случае итальянского. Как вот с этим? Не, ну мы как ассоциация, естественно, предлог нашей ассоциации — это поддержка и защита итальянского бизнеса в России. Ну, защита бизнеса, то есть наши предприниматели. Ну, если говорить о профсоюзах, это не только профсоюз для предпринимателей. В России единичные профсоюзы на организации, которые функционируют и действуют, и дают результаты, это вот союзы предпринимателей именно. Или большие, или маленькие. Ну, профсоюзы для рабочих, ну, я, откровенно говоря, не вижу. Ну, вы имеете в виду Россию. Да. А вот итальянский бизнес, он весь с вами взаимодействует, который здесь работает в России? Их, на самом деле, не так уж и много, я так понимаю, итальянских компаний там. Не, ну почему? Очень много. У нас очень много фирм, которые имеют производство в России, отлично от других стран, да, от французов даже. Ну, у них крупные компании, у нас крупные только вот эта энергетика, то есть Eni, Enelo. Ну, у нас есть Pirelli, есть Ferrero. А вот эти бельевые бренды, Гальдзедония? Ну, это, пока это только коммерческие вот структуры, но у нас очень много компаний, 80 приблизительно, которые имеют здесь производство. 80 итальянских компаний. Я так понимаю, это число расширяется? Да, расширяется, и общее количество сотрудников нашей компании, которые имеют производство, это 40 тысяч человек. Оборот по России 6 миллиардов евро. То есть это немало. Это серьезно? Да, это вот особенно промышленный устрин. Серьезно, для того, чтобы уже стоит говорить о какой-то общей организации, которая бы представляла интересы, защищала. Арно, а вот к вам вопрос по поводу профсоюзных элементов, профсоюзных признаков в России. Есть ли у вас какая-то организация, которая защищает и представляет французский бизнес в России? Есть тоже такой французский российский палат, который, ну, такую же функцию ведет и для французских компаний, да. Но если сравнить это французы и Италии, французская компания намного меньше, чем у итальянцев. И французы меньше, чем у итальянцев, ну, сами сотрудники вот в России, вот. Это как бы одно отличие, которое всегда мы смотрим, да, что мы немножко впереди здесь, вот. Дальше, что касается, вот то, что говорили по профсоюзу работников в России, это, ну, можно говорить, что... Ну, в России профсоюзов, к сожалению... Да, их, можно говорить, что их нет, в принципе. Как бы постыдно это ни звучало, да. Да, ну, пример это, вот, недавно проводили исследования по торговых центрам России и исследовали арендаторов торговых центров. И один из вопросов был, насколько они являются членами каких-нибудь профсоюзов, да. Все эти критерии, это магазины, и цифры показали, что меньше 1% имеют профсоюзную организацию. Я почему этот вопрос задал, потому что постоянно в СМИ, когда речь идет о проблемах с увольнениями в Европе, и приводятся французские компании, итальянские, там работодатели за голову хватаются, что из-за деятельности профсоюзов они не могут уволить лоботрясов, лентяев, потому что они запросят либо такую неустойку, либо засыпят суды исками, либо придется, наверное, дешевле терпеть вот этого лентяя и полувора, чем увольнять его, действительно, проходить. У нас с этим, у нас тоже, кстати, многие бизнесмены говорят о том, об упрощении процедуры увольнения в России. Но профсоюзов как таковых нету, и тех, кто действительно бы защищал интересы работы, нет. Это занимаются суды, они очень часто становятся на сторону ИСЦА. И как тогда вот в Европе в связи с кризисом, в связи с экономией, в связи с политикой ужимания поясов, как тогда профсоюзы себя чувствуют, потому что нужно идти навстречу, либо мы упрощаем процедуру увольнения в Европе, либо мы переводим производство в Азию, где дешевая рабочая сила, где можно тоже сегодня нанять, завтра уволить спокойно, для того, чтобы бизнес функционировал. У вас как-то эта работа идет в ваших странах, чтобы этот пример, может быть, переносить на Россию? Ну, я считаю, что не только в этом случае, но в жизни надо всегда найти золотую средину. Жить без профсоюзов, без отношений с рабочими, привлечение рабочих на решение больших стратегических вопросов предприятий – это огромная ошибка. Вопрос это не как быстро увольнять, а вопрос другой – как лучше развивать компанию, понимаешь? И как лучше найти вот хороших сотрудников, как лучше вот просто подготовить сотрудников, какие новые, новейшие вот технологии и так далее. Вот это самый большой вопрос. Если в Китае, допустим, никакой вопрос увольняет человек, раньше или поздно там тоже будут вопросы. Тоже права человека будут развиваться. Кстати, вот вы сказали о том, где найти лучшего персонала, и к нам Михаил на сайт прислал вопрос. Хочется услышать мнение гостей о качестве рабочей силы. Какие, на их взгляд, преимущества и проблемы при работе с персоналом? Ну, речь, наверное, идет о найме местных, найме россиян и граждан СНГ, у которых есть разрешение на работе в России в ваших компаниях. А о русских или иностранных, которые здесь работают? Ну, давайте расскажите о наших гражданах и тех, кто имеет возможность работать в России, в том числе и в вашей компании. А потом расскажите о том, кого вы привезли с собой из Италии и Франции, чтобы работать здесь вместе с вами. Ну, первый элемент, который сложно вот в России и в Москве, сейчас мы говорим, это поиск хороших кандидатов. Есть у нас экономики в Москве, что у нас дефицит кадра, который нуждается для работы. Это впервые. Так что мы не как в Европе, где у нас большой уровень безработницы, и тогда это уже ситуация. Здесь наоборот. Это экономики работников здесь, на самом деле, другой получается. То есть вы вынуждены привозить из Франции своих? Нет, 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 мы это, здесь это, у нас это работники, которые здесь, мы это найдем. Но их очень мало, вот профессиональный человек, очень мало, в принципе. Поэтому трудно найти хороших специалистов. Вот. Это впервые. А вообще, как вот работают русские, россияне? Как работают граждане из НГЭ, которые имеют возможность работать, разрешение? Ну, по сравнению с европейцем, по сравнению с французом? Я бы сказал, первый элемент, который где проблем, это вопрос производства. Вот, что люди хотят работать, это есть желание, так у многих. Но часто ускоряется вопрос, что эффективность, это не такая, которую мы могли ожидать. Там это вопрос тоже тренинг, это вопрос уже, там, квалифицировать людей, но люди... Не выжимают из себя до конца. Да, потому что, если говорить в Москве, люди, там, столько экономики, как бы, там, большие компании везде, там, большой, как бы, там, как бы, рейс на сотрудников, и люди, там, работают 2-3 года здесь, потом на другой, потом на другой, потом на другой, так что здесь... Текучка большая. Текучка большая, да, и поэтому люди, как бы, не стремятся, как бы, там, развиваться внутри одного компания. Да, во Франции, там, чтобы получить другую должность, стараются люди по 5-7 лет работать на одном месте, и, соответственно, проявить себя максимально. То есть, как бы это грустно ни звучало, но качество работника француза и русского француза немножко опережает. А здесь, понимаете, когда вы привезете сюда иностранца, которые вот, либо здесь работают, либо которые оттуда привезли, не каждый иностранца хороший. Он тоже заразится вот этими соблазнами, скажет, ой, мне там на 200 долларов в неделю больше будет платить. Поэтому здесь это уже, я не считаю, что это того и другое работали бы лучше. Вопрос это, на какую мотивацию людей, и что мотивирует людей вообще. То есть, технические моменты, которые, в принципе, можно исправить. Да, да. А у вас как? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, надо делить Москва город от всей остальной России. Россия. Потому что Москва действительно, вот, по-моему, люди потеряли голову. То есть, нету никакие соответствия, вот, уровни подготовки или и уровни зарплаты, которые требуются. А вся остальная Россия, наши компании нашли очень хорошие квалифицированные люди. Хочу сделать пример, чтобы не говорить долго. Среди местных, да? Да, абсолютно. Хочу сказать, что и все наши компании имеют очень малые итальянцы, которые работают здесь. В основном 99,8% это русские. Индезит. Город Липецк, 4,5 тысяча сотрудников, 3 итальянцы. Качество колодельника, который производится в Липецк, сертифицировано на европейские уровни. Иногда даже лучше колодельника, который производится в Италии или в Польше. И уровни увольнения людей или, вот, по собственному желанию, это 0,1% в год. То есть, незначительные. Люди в Липецке держатся за рабочие места. Да. Хочу добавить, что местная администрация, университеты, политехнические университеты имеют постоянные контакты с разными предприятиями, чтобы подготовить специальные курсы, подготовление персонала, повышение квалификации. Вот это очень важно. Уверенность выпускника в завтрашнем дне. Да, вот именно. Поэтому я, если сделать вот 10-баловую систему, как оценить русские сотрудники, это место с инициативой администрации, местной власти и так далее, это вот восьмерка. 8 из 10, очень, кстати, хороший показатель. Да, абсолютно. Очень хороший показатель. А вот вы сказали все-таки Москва, не Россия, Россия, не Москва. Здесь, вот, наверное, там та же проблема, что и Орно, большая текучка, быстрое согласие всяким соблазнам, смена рабочих мест. И то, что экспаты, то есть иностранные граждане, которые приезжают в Россию, тоже склонны менять часто работу из-за того, что очень быстро где-то загорается какая-то приличная зарплата, более превышающая тот контракт. На самом деле это не так. То есть, если итальянцы, наверное, такая вот ситуация есть с поварами наши. Очень много итальянских повара здесь, которые иногда за 100 евро больше поменяют рестораны. Но все остальные я не вижу. То есть, наоборот, к сожалению, могу сказать, что квалифицированные люди, которые сейчас в Италии находятся без работы, с трудом хотят приезжать сюда. И наоборот, у нас очень много молодежи, которые только закончили университет, которые приезжают даже без работы, чтобы искать. Поэтому это очень проспективный рынок. И мы стараемся даже как ассоциация помогать именно вот эти молодые люди создавать себе какие-то новые позиции именно в России. То есть, они хотят, измученные безработицы у себя в Италии, падением производства, падением зарплаты, они хотят стремяться в Россию. Да, абсолютно. Потому что плюс еще здесь, я так понимаю, на отбавке экспата за риск. Опять же, те же стереотипы заставляют... Смотря за контракт, если экспата, если локальный контракт. Вот, если вы в компании, вас отправляют из Италии, из Франции, с хорошими условиями, это одно, а много иностранцев заработают по локальным контрактам, по российским контрактам, у них никакой там, никакие адвантейдж, никакие там пособия. А, такие же зарплаты. Очень много. Да, да, да. Особенно молодежи. Но самый большой риск это девушки. То есть, они рискуют возвращаться домой не одинокие. Не одинокие. Да, не одинокие. С продолжением семейства. Да вы что? Итальянки возвращаются в Италию на сносях? Вы хотите это сказать? Не, не итальянки, итальянцы. А, итальянцы возвращаются с русскими женами. А, это нормально, это еще с советских времен. Это у нас один из способов сбежать. Из железного занавеса был. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем. Иностранные компании, которые работают в России, отмечают позитивные изменения в стране. Даже высшие госорганы уделяют больше внимания к нуждам иностранного бизнеса. Так ли это? Узнаем у наших гостей. Это основатель клуба аналитиков в сфере коммерческой недвижимости Арно Трусе из Бордо, Франция. И член правления Ассоциаций итальянских предпринимателей. А также почетный консул Италии в городе Липецк, Воронеж-Тамбов Витторио Торембини. А он из Пинченцо, соответственно, Италия. Насколько действительно становится хорошо общаться с нашими госорганами? Лучше, открыть. Насколько они перестали бояться в том, что какие-то предприятия или стратегические даже ниши будут заниматься иностранцами? Насколько вот этот капиталистический страх, он рассеялся уже? Можно ли об этом говорить? Страх перед капитализмом, точнее. То, что капитализм еще не завершился здесь, это 100%. Но то, что русские боятся капитализма, это абсолютно неправда. И даже вот российские корпорации, государственные корпорации, органы власт. Я чувствую, что было большое улучшение отношений с иностранцами. Иногда вот даже вот можно сказать, что они общаются лучше с иностранцами, чем с русскими. И это вот, по-моему, один из вопросов, про который вот очень много российских предпринимателей не принимают решение инвестировать в Россию. То есть, откровенно говоря, мы как иностранцы считаем себя и чувствуем себя лучше, чем наверняка русские. А как Верну это оценивать? Насколько хорошо стало с органами власти? Или малому бизнесу не до органов власти? Ну, есть некоторые, конечно, связи, которые нужно поддержать. Второе, что сейчас, мы увидели последний месяц, есть эта инициатива, это вот город Москвы, некоторые регионы вокруг, которые решили дать и предлагать этот вот грант или субвеншинс для компаний, которые развиваются в бизнес в России. И русские сейчас недавно услышали, что ФАСИ, вот город Москвы, готовы уже дать это финансирование также для иностранных компаний с иностранным капиталом тоже. Поэтому здесь как бы есть позитивный момент, который мы видим в последнем времени. Сколько вот уже пример из-за тех, как элемент, которые там специальный статус, которые они дадут вот иностранным инвестициям в Россию. Так что есть и на больших компаниях, которые мы делали, там все знаем, это губернатор регион Калуга, какие отношения к бизнесу и так далее, да. Но тоже вот на другие субъекты уже начинаются вот какие-то введения для маленького бизнеса тоже. Так что это тоже положительный момент здесь. Вот Россия постоянно в рейтингах во всевозможных повышается и повышается. В частности, вот в Doing Business вообще загаскакнуло на 200 ступеней. И хотя, конечно, наши соседи это не очень успешные государства, но тем не менее климат улучшается. В частности, вот отмечается улучшение в налоговом оформлении. Не с налогами, а вот в оформлении налогов. То есть вот это вот сокращение бюрократических процедур. Ну и вообще, вообще, как вы ощущаете на себе улучшение хотя бы позиции России в рейтинге Doing Business? То есть введение предпринимательства? Вы читали, сказали про налоговую службу России. Найдите мне в Европе такая налоговая служба, такая современная, как в России. Не найдете. То есть, если мы сравняем налоговую службу, которая была в 93-м году, и сегодня это другая планета. Абсолютно нормально, можно все через интернет, то есть и другие, вот, допустим, даже таможни, которые мы давным-давно создавали, вот, постоянно, вот, Барбаза, вот. Ну, даже таможни стали намного лучше работать. Удобнее, быстрее. Абсолютно. Интересно. Как вы, Арно, ощущаете? Скакнула же Россия в рейтинге Doing Business? Или это все погрешность, которая может поменяться чуть ли не каждый месяц? Здесь, понимаете, такой критер мы используем, вот, для этих рейтингов, да? Какой вес поставим, и в итоге мы можем показать из этих цифр, что хотим. Значит, кто больше платил денег, и тот находит там это лучшее место. Поэтому этих рейтингов обычно, смотрю, ну, немножко скептично. Понятно. И еще один у меня вопрос такой. Какие сферы, по вашему мнению, в России, какие, может быть, ниши еще не заняты в России? Где перспективно развивать предпринимательство? Где бы, может быть, вы себя проявили? Ну, первый, который сейчас есть, где энергии есть, это рост, это то, что касается потребительских нужд, то, что вот магазин, это ритейл, это вот... То есть вы считаете, что таких пока еще точек недостаточно? Ну, пример, это мы недавно закончили исследование по продуктовой ритейли в России, вот, и здесь показать цель, это сравнение с Европой, то есть в Европу, грубо говоря, 14 гипермаркетов на 1 миллион жителей. 14 гипермаркетов на 1 миллион. Вы про большие получили. Да, да, гипермаркет. А в России такой показатель только в 5. Питер 15, который Питер, это другая страна еще, да, в этом плане. Но по России, что много места расти для продуктовых, и что многие форматы, это вот разные типы ритейли, это услуги товара здесь. Вот вы говорите о гипермаркетах, вот если брать, опять же, города России, регионы, очень много, чуть ли не на каждом углу эти продуктовые магазины, магнит, 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 везде магнит. Ну, магнит у них 7500 магазинов, это уже самый большой, как в России. Мне кажется, что вот мелкий бизнес, да какой мелкий, ну, супермаркет, хороший такой большой магазинчик, уже не ларек, уже предостаточно. Вот эти площади типа Ашана и Метро, вы имеете в виду, еще есть шанс развивать, но опять же, уже даже не в Москве, в Москве уже хватит, пора выходить в регионы. В Москве, на самом деле, мало магазинов. Тоже мало, гипермаркетов. И даже сетевой магазин, который мелкий формат, если вот в Москве, и в Москве, только мы посчитали, вот недавно 36 продуктовых магазин сетевых, да, и эта цифра-то довольно маленькая по отношению к этим 15-17-18 миллион жителей, которые живут в этом регионе. Ну, как Москва плюс Облест, получается. Виталий, да, да, да. Поэтому есть рост большой для многих регионов, многие из этих, у нас всего 38% в России ритейн, которые со временем, это вот со временем форма торговли. Большая половина это идет до сих пор этих не сетевые, и пейли, продуктовые. Да, это вот, поэтому здесь много места для роста. В каждом отделе нужно выстоять очередь. Да, 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 да. Да, это здесь у нас... И когда вы не говорите на русском, то уж сложно. Совок, и здесь у нас еще есть призрак Совка. Виторий, а по-вашему мнению, какие еще ниши не заняты в России? Какие можно развивать, и главное, возможно развивать перспективно? Ну, я согласен, но по поводу потребительский рынок, хочу добавить, что уровни сервиса, сфера потребительский рынок, и, допустим, рестораны и так далее, общее питье, это очень низкое. Уровень сервиса? Да, очень низкое, поэтому... Все говорят, иностранцы, мы не улыбаемся. Да, поэтому я думаю, что надо развивать именно училище или, не знаю, ПТУ для подготовки персонала, потому что это влияет на ведение бизнеса. Уважаемые радиослушатели, это говорят люди не случайные. Пожалуйста, улыбайтесь. Ничто так не стоит дешево, но ничто так не приносит много. Простая улыбка. Вот именно. И второй, именно я говорю по промышленности. На сегодняшний день вы знаете, что Россия промышленности очень мало, ну, в сравнении с Европой. Ну, если вот посмотреть особенно, где нам не хватает местных предпринимателей, то есть маленький и средний бизнес, это производство комплектующих для разных отраслей. То есть это строительные материалы, комплектующие для электробитовая техника, комплектующие, которые требуются на оборудование для пищевой промышленности. Именно вот этот сегмент, который требуется для больших предприятий, чтобы развивать бизнес. И это действительно новый визу, который мы приняли как ассоциации, как итальянцы, поскольку у нас маленький и средний бизнес очень развитый, создавать структуры, чтобы даже наши маленькие и средние компании смогли бы приехать работать здесь, в России. Именно на этой отрасли. Как вы оцениваете такие ниши, очень неразвитые, но мне кажется перспективные и, возможно, даже и привлекательные для иностранцев, как авиаперевозки, туризм, IT, распространение, высокотехнологии. Есть ли у них шансы или здесь все замонополизировано? Не, ну, если речь идет о туризме, я вот... Туризм вообще не паханное поле в России. Да, но, к сожалению, мы не можем создавать или развивать туризм благодаря какие-то итальянцы или французы и так далее. Ну, можем построить гостиницы туда-сюда, какие сети. Ну, если нету такая сеть общества, местных предпринимателей, которые занимаются туризмом, никакого развития не будет. Чтобы они поддерживали инфраструктуру и потоки. Нужен внутренний поток туристов. То есть мы не можем только ожидать туристов и за рубежом, правильно? То есть если россияне предпочитают улетать в Египет, в Турцию, в Италию, в Испанию... Потому что дешевле даже, чем на Черное море. Вот именно, вот именно. Вот отсюда мостик уже и на авиаперевозке, железнодорожной перевозке. То же самое. Есть ли шансы вот вклиниться и вот эту вот всю монопольную машину немножечко расшатать в сторону поднижения цен? Чтобы на Камчатку не стоило за 20 тысяч рублей лететь в один конец. Естественно, все пойдут на неделю в Египет за эти деньги. Три звезды. Ну, первый элемент, который, если мы хотим, это привлечь больше туристов в Россию. Это нужно в первую очередь это отменить. Как это украина-то в Велова, это уже не так давно. А, виза. Визовый режим для иностранцев, ну, страны ОСДИ, которые вначале, чтобы там, ну, вот. Ну, пока есть это решение, что сначала вот россиян хотят, что им отмени визу, чтобы потом дать. Так что пока эго играет роль, ничего так не происходит. Но если они хотят развиваться туризм в России, не только бизнес-туризм, ну, как бизнес, как бы там командиров, который есть, это нужно улучшить в этом плане. Это первое. Угу. У нас минутка осталась. Я, с вашего позволения, вас представлю еще раз. Это Витторио Торембини, член правления Ассоциации итальянских предпринимателей, и Арно Трусе, французский бизнесмен, основатель консалтинговой компании RILOS. Под 10-15 секунд ваше резюме и пожелания россиянам. Ну, удачи. Ну, приближается вот Новый год. Кстати, да. Приближается Новый год, поэтому я хочу желать все россияне, как любил говорить Ельсин, россияне, не русские. Все россияне, чтобы в 2014 году были бы лучше, чем предыдущий год. И вот эти черные облака, про которые говорят все экономические обозреватели, просто быстро-быстро летели от территории России. Отделить зерна от всего остального, не мешать политику с экономикой. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Вы слушали программу «Парадокс». До завтра. Спасибо. Спасибо.